Герой 3 равно GC. Подожди, подожди, Антон, но в этом месте вот хотелось бы с тобой все-таки подискутировать. Сюда-сюда, мой Виверный. Давай продолжим. Как много шаблонов люди вообще знают. Мои знания о пятой части начинают просвещаться, это здорово. Какой-то подкаст начался, прости, что-то произошло. Приветствую, любители героев Меча и Магии, с вами Оранж. Друзья, без лишних слов сразу к делу. Геройская комьюнити — это не только фанаты третьей части. Мы, разумеется, знаем, что свои фан-базы есть и у двойки, четверки, пятерки, да, в принципе, у всех героев. Поэтому, чтобы разобраться в важных вопросах, волнующих комьюнити, мы переходим к интервью с представителями других частей. И сегодня у нас на очереди Ошка, который относительно недавно присоединился к комьюнити пятой части. Друзья, подписывайтесь на канал и ставьте лайк авансом. Это интервью реально интересное. Антон, привет, привет тебе, геройщик. Здравствуй, рад вновь с тобой пообщаться. Мы-то с тобой помним, но на самом деле это наш не первый с тобой диалог в формате интервью. Правда, в прошлый раз я отвечал на твой вопрос, а сегодня мы, наконец, сможем поменяться местами. И ты уже будешь на этом месте. Согласись, что за три последних года много что поменялось в геройском комьюнити. Ты вот, например, из стримера третьей части стал стримером пятых. И такое видишь не каждый день. Поэтому наша команда решила поспрашивать тебя об особенностях именно пятерки. Для начала, веди, пожалуйста, так сказать, в курс дела тех зрителей, которые видят тебя впервые. Чем вообще занимаешься в геройском комьюнити? Я внебрачный сын в душе. Папа, забери меня. Да, не знаю, я бы не сказал, что я стример пятерки или стример тройки. Я космополит, геройский космополит. В целом, я и никогда не был фуллтайм-стримеров-героев. Просто веду свои разные каналы, иногда что-то стреляет. Иногда герои, иногда Хардстоун. Последние ролики по Олден Эйре неплохо заходят. Мало кому, наверное, интересен. Ну, всем привет. Просто хорошо разбираюсь в третьей и пятой части, именно на ПВП уровне. Есть, наверное, что рассказать. Окей, хорошо. Расскажи, пожалуйста, почему, в принципе, ты изначально решил стримить именно третью часть? Чем она тебя привлекла? Да, как и всех, не знаю. По-моему, в России, ну, в СНГ, да, скажем, все знают герои. Особенно третью часть, любой таксист, которого вы встретите, если вы упоминете героев, скорее всего, он играл. Ну, просто у них случился ренессанс, если помните, у третьей части в какой-то момент все начали стримить, играть. Ну, и я решил попробовать. Я тогда стримил в основном Хардстоун. Ну, как-то захотелось попробовать героя. Я попробовал, и все. Получается, что подрубил, стримил, играл, 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 а потом такой бац, и просто надоело? Или произошли какие-то прям, я не знаю, кардинальные события, после которых ты решил пересесть на пятую часть? Да я не то чтобы пересел, не знаю, я бы так не сказал. Просто, ну, кардинальных событий никаких не было. Мне просто заказывали компанию пятой части, ну, то есть зрители поддерживали финансово и, ну, на прохождении пятой части. Я прошел ее, ну, все, кто проходили, скажут вам, что это неплохая компания. И, ну, я просто поинтересовался, есть ли что-то в плане ПВП. А как бы большая проблема пятой части, это известные медийные стримеры третьей части, которые утверждают, что у пятой части нет лобби, нет генератора шаблонов, а это все есть, оказалось. Ну, я несколько месяцев уже играю, но мне нравится. Ну, то есть игра неплохая, есть свой потенциал. Я бы не хотел сильно эти игры даже сравнивать, поскольку в них больше отличий, нежели сходства. Ну, то есть база общая, конечно, пошаговая стратегия, но играются они совершенно по-разному. Тем не менее, у пятых есть и лобби, и генератор шаблонов, и разные шаблоны, и в целом, ну, в них можно играть. Ты говоришь о том, что игры очень похожие, да, у них одна база, но, тем не менее, все-таки есть и кардинальные различия. А что вообще в целом после нескольких месяцев можешь рассказать именно о комьюнити пятых героев? Например, информация о том, устраиваются ли там турниры, чем вообще, в принципе, живут фанаты пятой части? Турниры, да, проводятся. Недавно был турнир по шаблону Universe 100 тысяч, там был призовой для пятой части, это очень солидно. Также Гангена устраивал турнир, там был призовой 50 тысяч, это был по шаблону Sky, то есть это, ну, такой формат ауткаста для пятых героев. Касаемо комьюнити, ну, комьюнити консолидируется на разных модах, я конкретно играю Universe Mod. У пятых есть проблема именно касательно реверс-инженеринга, то есть сложно модить игру. Это и в-третьих наверняка сложно, но в-пятых любые изменения, которые, ну, необходимы там для баланса, ну, например, как в третьих героях там добавлялись горячие клавиши, да, там, фиксел из лога, интеллект, лампы джинов добавляли, любые изменения. Вот в пятых героях, если вы хотите что-то поменять, вам необходимо накатывать мод. То есть комьюнити пятых героев сталкивается с высоким порогом входа. То есть, чтобы вам комфортно поиграть, надо, ну, достаточно много изучить, чтобы все нормально поставить. То есть этот хардмоддинг, он осложняет игру. Само по себе комьюнити пятых значительно меньше, чем комьюнити третьих героев. Здесь, наверное, какие-то, может быть, возрастные тонкости играют. То есть у третьих героев ренессанс случился, у пятых он как будто начинается. Не знаю, выйдет ли он в пик, но больше интереса определенно стало к игре, и контентмейкеров больше становится. Вот, но тут проблема такая же, как и с третьими героями. Нужны были энтузиасты, программисты, которые игру доведут до ума. Потому что, если вы вспомните третью часть, например, даже S.O.D. S.O.D. уже был играбельный, но все равно темп игры в S.O.D. был значительно-значительно ниже. То же самое и у пятых героев. То есть игра допиливается, доводится до ума именно под PvP-нужды. Чтобы все было комфортно, отделять единички по клавише Ctrl, армию передавать. Ну, в общем, весь необходимый набор для сокращения партии. Ты в какой-то момент упомянул, что ты играешь в мод Universe, но, насколько я знаю, помимо него, там есть еще разные другие версии пятых героев. Например, Heroes 5.5, что-то еще. Их довольно много, насколько я знаю, и все они отличаются. И, насколько я знаю, синглплеерам большинство из этих модов по каким-то причинам не нравится. То есть получается, что онлайн-герои и одиночные ставят разные требования к балансу и механикам. А расскажи, в чем вообще особенность этих модов и в чем вообще в целом проблемы при выборе, во что поиграть, для синглплееров? Я тут не берусь судить, значит, котируют ли моды ПВЕ игроки, то есть проходители кампании или нет. Тут я такой информацией не владею. Да с модами проблема, как, в принципе, и в третьих героях. Ну, если вы помните сот, да, то вам герою сдавало два стека и отстройка, да, то есть не были отстроены. Хота, по сути, является модом, да. И в этом моде вам сдает уже по три стека героям, и у вас в замках сразу отстроен первый-второй уровень юнита. Это убыстряет геймплей, да, и все приняли, что играем в хоту, и, собственно, есть удобный интерфейс, и все играют. То же самое и в пятых. Вот у вас, условно, есть мод, который, условно, ордер замка, да, то есть порядок постройки переделывают в нужную ПВП, ну, чтобы замок строился быстрее. То есть выходы какие-то меняют в каких-то юнитах и так далее. Ну, это действительно нужно, да. Но чтобы вам, соответственно, на этом поиграть, вам нужно вот поставить эту версию мода и ее использовать. И эта огромная, как бы, проблема повышает порог вхождения, как я уже сказал, потому что надо разобраться, чего поставить, куда это закинуть, где скачать. В целом, если бы не было Бараторча, да, с его удобным лобби, можно было бы и с третьими героями так же мучиться. Ну, если бы не пришли к конечной версии, так-то существует и ВОК, я уверен, и другие модификации, в которых тоже есть свои фанаты. Ну, в идеале, опять же, я бы мог это отнести к проблемам редактора шаблонов. Если бы редактор шаблонов был кастомизируемый, то есть вы могли бы там настроить тот момент, что у вас замок, например, сдает сразу отстроенный первый-второй стек, да. Или, наоборот, не сдает отстроенный первый-второй стек. Или вы могли бы там кастомизировать заклинания, ну, и так далее. Что-то могли бы кастомизировать, то эта проблема бы отпала. То есть вы на одной версии игры просто запускаете шаблон, который уже содержит в себе эти изменения Потому что аналог, он очевиден Например, в третьих героях, да, в редакторе шаблонов вы можете забанить артефакты, забанить навыки, заклинания и так далее То есть сделать так, что их в игре не будет Например, в пятых героях такого сделать нельзя И если вы хотите, чтобы у вас не было какого-то заклинания, да Вам приходится накатывать, ну, убирать это в моде и накатывать этот мод Ну или как-то изменить, хотите, заклинания, да, или там убрать какого-то героя и так далее Приходится накатывать целый мод Проблема с модами, наверное, бы отпала, если бы весь модинг перенести на редактор шаблонов Мне кажется так, ну, редактор шаблонов и генератор случайных карт Ты упомянул такую фразу, что комьюнити играет в разные там моды, да А насколько это вообще в итоге влияет на пвп игру? Ведь если там кто-то в основном играет мод Героя 5.5, кто-то играет в Universe Но если версии пятых героев разные, то получается, что и поиграть по сети становится намного проблематичнее, верно? Ну нет, здесь как раз-таки лобби все это фиксит То есть у пятых героев есть онлайн-лобби, который поддерживает основные модификации То есть там буквально можно выбирать модификацию и лобби само перемещает файлы То есть если у вас рассинхрон версии игры, вы просто не сможете начать партию Это автоматически смогли пофиксить То есть нужный набор модов всегда у вас будет стоять Поскольку пятый менее популярный, чем третий, с оппонентами вы, как правило, договариваетесь Ну то есть лобби есть, можно списаться Ну я, например, всегда заранее договариваюсь, с кем я играю И там мы уже договариваемся, что и как мы играем Хорошо, я тебя понял, спасибо большое за ответ В этом месте я хотел бы плавно перейти именно к механикам пятой части Ты знаешь, я, как и большинство наших зрителей Я в свое время успел поиграть в пятую часть Но на совсем таком простом уровне Соответственно, знания мои об игре очень сильно ограничены Но я подозреваю, что в пятую часть уже очень давно, так же, как и в третью Играют на совершенно другом профессиональном киберспортивном уровне Но вопрос, как именно играют Расскажи, пожалуйста, о ключевых механиках пятерки, которые тебе понравились больше всего Ну, начнем с того, что пятая и третья часть отличаются в плане ПВЕ боевок Значительно, разительно, я бы сказал, отличаются В пятых героях существует такое понятие, как сборные армии То есть части охран, которые располагаются на карте, они состоят из разного тира юнитов Ну, например, на примере третьих, да, это если бы у вас там коробку на 10 тысяч опыта Охранял бы стэк кентавров и стэк грандов, например То есть у вас есть и лучники, и кентавры То есть такого вида охраны, они совсем по-другому раскрывают искусственный интеллект Например, если у вас есть стрелковая охрана и у нее есть милишный стэк То искусственный интеллект, в случае, если он не выигрывает стрелковую дуэль Он не стреляет в коробку ваших лучников Например, вы на тактике закрылись, значит, коробку лучников из единичек, да И искусственный интеллект будет открывать дорогу своему, ну, стэку воинов ближнего боя, да, милишников И убивать не ваших стрелков, а убивать единичку в этой коробке, чтобы туда мог зайти милишный стэк Соответственно, вы это можете обузить Плюс там очень много кастующих юнитов То есть у некоторых юнитов есть книжка заклинания, они могут использовать заклинания У них есть мана Соответственно, это тоже накладывает большие тонкости То есть ПВЕ в пятых героях от третьих очень сильно отличается То есть в третьих героях, если вы вспомните, есть несколько видов боев Значит, милишники идут на вас, нажимается ряд вейтов Кто-то кайтится, кто-то стреляет Заходите в любой банк, у вас расстановка гексом 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, да Берется либо левая сторона, выставляется, которую вы дефаете, правая отводит Либо наоборот, правая, левая, смотря какой банк И черная башня, скажем там, да, где вы выстраиваете в линейку юнитов И начинаете обузить фейк-прожек А, и обузты погозов Валенска, там, Ивар, что хотите Вот, это примерно такие вещи, да, которые вам надо в третьих героях заучить Чтобы комфортно проводить боевки, забирать объекты Ну, то есть, знаете эти механики В пятых героях, как будто бы счет вот такого вида взаимодействий и приколов идет на десятки То есть, я на пальцах даже не расскажу Да, действительно, юниты встают не рандомно, а встают по некоторой логике Эту логику нужно понимать Ну, условно, если у вас на поле боя есть препятствия То вражеский стрелок будет располагаться за ним Если у вас есть какой-то скоростной юнит, который может перелететь Лучше бы его расположить напротив препятствия Тонкостей много, и их нужно учитывать То есть, нужно понимать поведение искусственного интеллекта ПВЕ сражения очень интересные и много тонкостей Сейчас, на самом деле, все, что ты описал, да Вот эти кардинальные отличия, которые, как я из контекста понимаю, тебе нравятся Они касаются именно боевки Но что ты можешь сказать глобально, например, о карте приключений И колесе прокачки, про которое там все фанаты пятой части говорят Что это прям вот суперкрутая фича Карта приключений в пятых героях откровенно хуже, чем в третьих героях Здесь как раз-таки плохо сказывается 3D Из-за того, что объекты большие, да, их в модах искусственно уменьшают, стараются Но все равно они много места занимают Спрайты к ним, соответственно, делают большое количество нерабочего пространства Ну, вот условно возьмем в третьих героях, да, там 20 на 20 область И в пятых героях 20 на 20 область В третьих героях в области 20 на 20 клеток может быть до 10 там точек интереса Где вы можете подраться, что-то получить В пятых героях, ну дай бог, 4 влезь Именно метрика карты в пятых героях хуже Вот, на мой скромный взгляд, хуже И заклинания контроля хуже работают, стоят многому вов То есть игра на карте в пятых героях, ну, скуднее, чем в третьих То есть логистика третьих намного-намного лучше Ну, я бы как бы поиграл и там, и там Не кидайте в меня тапками, это мое мнение Что касаемо пвп, пвп в пятых героях Ну, да, можно сказать, что за счет колеса Действительно имеет большие преимущества Я бы не сказал, что оно сильно лучше, чем в третьих В третьих совсем другой вид боевок Там идет борьба за первую скорость В пятых героях есть такое понятие, как билдостроение То есть вы вашего героя действительно билдите И на билдостроение есть такое понятие, как контр-билды То есть, например, можно контрить призывы, да То есть, вот как в третьих героях есть призыв элементалей Героя в пятых можно прокачать таким образом Что если ваш противник вызывает элементалей При определенном сложном навыке Ваш герой делает то же самое То есть на вашу сторону встает такой же стек элементалей Или, например, там есть билды в боевые машины То есть очень жесткие боевые машины Но есть, например, такой навык, как повелитель холода Или такой юнит, как гремлины Которые могут их отключать, эти боевые машины И то есть вам все время нужно читать противника То есть во что он выходит Что он пытается вкачать Какие грейды он берет Ну вот этот Майнгеймс, он действительно присутствует И он прикольный Хорошо, благодарю тебя за ответ Мне... Мои знания о пятой части начинают просвещаться Это здорово Давай продолжим Следующий вопрос, который я хотел бы тебе задать Он связан с противоположностью на предыдущий То есть что тебе наоборот не хватает в пятой части Но что было в тройке То есть можешь ли ты наоборот выделить какие-то там другие Очевидно слабые места пятой части по сравнению с предшественником Тут сложно сказать Я бы сказал, пока не хватает технических моментов Генератора шаблонов как в третьей части То есть чтобы можно было делать такие же обширные шаблоны Такое же количество замков располагать на карте Да, очень много замков же на большинстве шаблонах В третьих героях, в пятых с этим есть сложности Разгон Мне не хватает разгона Мне нравится разгон в третьих героях Заклинания контроля в третьих героях Которые не требуют так много мувпоинтов Также, кстати, банки существ Вот банки существ Хоть там все их хейтят Утки, ангелы, циклопы Тем не менее, если они не являются Мейн стратегией вашей То есть вы не размениваете всю вашу армию в банк существ И в конце не остаетесь только с юнитами банка существ Тоже в некотором количестве Они были бы неплохи в пятых героях Также складов не хватает, если честно То есть в третьих героях есть такое строение, как склад Где вы можете получить 10 ресурсов В зависимости от вида склада В пятых героях складов нет По ресурсам бывают проблемы Также в боевке в банках драгоценностей Как гномник, например То есть где ты находишься в центре, а тебя окружают Такого вида боя тоже в пятых героях нет Ну, в принципе, он был бы неплох Мы с тобой же частично начали говорить про шаблоны И ты упомянул, что в пятой части Там какие-то свои Вот, например, ты сказал, что Sky — это аналог Ауткаста А какие вообще другие шаблоны Используют игроки пятой части? Есть ли там что-то похожее на Джабус Кросс? И вообще в целом Сколько этих самых популярных шаблонов? И чем они кардинально отличаются от третьей части? В пятых героях, какой бы ни был шаблон, у него всегда геймдизайнерские одна логика Вы будете отстраивать замок и собирать двейлинги существ В пятых героях нет коробок Пандоры, то есть их не существует Но там есть двейлинги существ И конкретно для Юниверс Мода они дают единоразово тройной прирост, который вы можете купить По сути, это аналог Лампы Джина То есть как в третьих героях есть Только он действует на все виды юнитов То есть вам может сдать какие-то нычки И вы из этих нычек, собственно, что собрали, да, какую армию То можете грейдить и уже получать какие-то полноценные боевые стеки Какой бы ни был шаблон Sky, Wind, Юниверс Да, Юниверс ближе всего к Джабус Кроссу Если отвечать на вопрос Логика будет такая, что вы будете играть на родной фракции Собственно, и фракционные особенности раскрываются только у вас на родном герое и на родной армии То есть условно такие вещи, как критические удары у эльфов Там, некромантия, тренировка, да, у Касла Это все раскрывается только на родной фракции Ну, главной, да, вот такой дизайнерской фишкой игры является то, что вы раскрываете свои фракционные особенности Собирая с карты армию и потом представляете, собственно, ваш билд, вашу армию на финалке Что касаемо третьих героев Меня нечеловечески напрягает Джабус Кросс В том смысле, что это отличный шаблон Ваши партии никогда не повторяются Но у него есть огромная проблема Он использует одну дизайнерскую мысль Вы размениваете свою стартовую армию в банки существ Ну, много чего можно там увидеть И поэтому этот шаблон не надоедает Но он должен как будто бы надоесть когда-то людям С точки зрения разнообразия войск Как будто это не проблема игры даже Ну, то есть это не проблема хоты Хотя у них есть свое дизайнерское решение Которое им лично и принадлежит Это лампа Джина, да, которую в башне никогда не котировалась Добавили лампу Джина Она стала котироваться Что мешает добавить лампу Эфрита Или там чемодан с крокодилами для болота Как будто проблема засилия этого шаблона Она в стримерах Тримят только GC И большинство людей считают, что Герои 3 это GC То есть для них это буквально олицетворение По сути стримят то, что смотрят, правильно? Ну вот условно представим Закидывает завтра какой-то мега шейх 20 тысяч денег И какой-то абстрактный стример Назовем его Веральтуха Или Яма Фрик Тут же идут играть H3DM Или МТ Андромеду МТ Аттарос Любой шаблон будут играть Но проблема в том, что эти шаблоны никто никогда не закажет И никто не будет их смотреть Потому что люди даже не знают Какая у них логика Люди даже не знают Нахрена нужны сайдриспы на GC Кто-нибудь в генераторе когда-то пробовал их убрать Какую смысловую нагрузку они несут? Явно тот, кто делал шаблон Джабус Кросс Не задумывал, чтобы когда-то Шарупа и Попа Васи на 14 часов зарубились Используя сайдриспы Вот было бы весело Раскрою секрет Если вы уберете сайдриспы с шаблона GC То у вас карта превратится в кашу Проблема-то в том, что есть мужики Которые умеют делать шаблоны И есть прикольные шаблоны Например, там Млын от Дон Колни Криса Виг Визир Джон Денвер Великолепный шаблон на много героев Я даже не про одногеройные шаблоны говорю Ярд сколько шаблонов делал То есть к людям приходит то, что Идет засилие одного шаблона От этого можно устать И нужно бы что-то продвигать новое для зрителей Но почему-то ничего не делается Причем это не так дорого стоит Сделать минутный ролик Поясняющий, ну там, механики Особенности шаблона Про Виг Визир, да, расскажу Например, Джон Денвер давно освоил эту фишку И использует 9 зон Что на своем МТЛ Касте, что на Виг Визире Респ из трех зон И респ противника из трех зон И центр он тоже представил в виде трех зон Из-за такого разбиения У него получилось сделать огромный центр То есть есть шаблон Виг Визир Который очень похож на Джебус Кросс Там не такая большая частота банков существ И средний тайминг выхода там 1-2-1, да То есть вы так или иначе сыграете от прироста И от родной армии То есть с того, какие нычки раздастся Какие коробочки Вы что-то загрейдите, сделаете какой-то стэк И выйдете в большой центр из трех зон И это будет совершенно другой экспириенс То же самое у Don't Call Me Chris Тоже вы должны сыграть от экономики От отстройки Я про млын сейчас говорю Но почему-то люди решили упороться В самое простое вот представление Два респа и центр При том, что самое обидное, да Вот у вас недавно был Юниткон Школа антитемпа То есть он даже проталкивает 1-2-1, да Отстройку там, грейд Т7 и так далее То есть ему это нравится То есть он как будто бы понимает Что есть в этом прикол строить замок А не только строить три рынка И потом трейдить на героев Тратить все деньги на героев Чтобы собрать банки существ Качество любого шаблона Определяет его реиграбельность То есть сколько сотен игр Вы можете сыграть Прежде чем вас тошнит Но также качество шаблона Определяет его узнаваемость Непонятность для людей То есть все идет от зрителей Что зрители смотрят, то и стримят Но зрители не будут смотреть то, что им не представили То есть почему такие вещи не делаются Я не понимаю Между прочим вот папашки, папашки, папашки Да, круто играют, круто катают Так они катают вот этот один шаблон И я тысячу раз видел Как падает, значит, Эдриан Просто огонь Женщина Ну, то есть там компанию кто-то проходит Или что-то другое И есть слепа, да Пойду что-то на слепе пробью И люди кидают, значит, на Эдриан слепу И идут снимать ответку Ну, то есть Хотя папашка на GC То есть о чем это говорит? О том, что, ну, кто не знает С экспертного ослепления Ответку снимать не нужно Но юнит и так не отвечает Это говорит о том, что человек Ни разу не видел Экспертного ослепления У него ни разу не было Эксперта огня И он ни разу не кидал ослепление Он просто не знает, как это работает А все потому, что вот, ну Главенство магии земли Банки существ и так далее На самом деле мы здесь Плавно пересекаем от шаблонов К другим проблемам Вот то, что ты описываешь, да? Какой-то подкаст начался, прости Че-то меня понесло Не-не-не, на самом деле Это здорово Мне очень интересно Поговорить с тобой Именно в этом ключе В частности, ты упомянул Пресловутую магию земли А что с твоей точки зрения? Все прям настолько плохо Ее надо прям переделывать Переделывать основательно Ты наверняка знаешь То, что такие попытки уже бывали И насколько я знаю Сказать, что они увенчались успехом Нельзя Я бы даже сказал, что этого не нужно делать Еще раз Герои 3, они такие, какие есть И никуда от этого не деться Проблема заключается в том Что люди думают Что Герои 3 Это шаблон Jebus Cross Но есть и другие шаблоны Которые дизайнерские Именно расположением зон Использованием монолита в порталах Или даже подземелий Играются по-другому Я не вижу проблемы в магии земли Это просто мета Ну то есть Ее такой сделали У нее много полезных заклинаний Да, это так Ну, ничего страшного Подожди, подожди, Антон Но в этом месте Хотелось бы с тобой все-таки Подискутировать Насколько я понимаю Основной посыл Который, да Ты сейчас Хочешь проговорить Это что Если люди будут играть Не только в Jebus Cross И те тактики Которые мы уже Все выучили До дыр То получается Что играя Во что-то другое Мы как будто Раскроем Другие аспекты игры И как будто Например Даже вот Этих проблем с магией Земли Про которые Мы коснулись чуть раньше И как будто Не будет Но мы же не можем Отрицать Что даже Играя Например В тот же самый Jebus Outcast Все равно Магия земли Является имбовой И будем играть Какой-то другой шаблон Да Все равно Резурект Все равно Телепорт Какие-то другие Заклинания И ты Намного Там В более выигрышной Позиции Чем например Твой оппонент Которому зашла Магия Там огня Например Либо воды То есть Согласен ли ты Что Играя Все-таки Не в Jebus Cross А в другие шаблоны Мы все равно Так или иначе Сталкиваемся Там С проблемами В других нюансах игры Я категорически Не согласен Что земля имбовая Над животом И так далее Это проблема контроля Контроль должен быть Вне школ магии Давайте вот так договоримся Ну вот условно Строится гильдия Там есть городской портал Но ее может выучить Герой 15 уровня Например И использовать его Там на экспертном уровне Вот Это в принципе Все решение То же самое с ДД Тебе необходим воздух Чтобы давать 2 ДД Ну я Не следил за ауткастами Если там до сих пор Играется XL плюс U шаблон То можно делать 2 ДД Соответственно воздух Обязателен Ты говоришь Резурект Да В земле собраны Одни из самых сильных заклинаний Резурект Анимейт Щит Даже щит Насколько имба Антимагия Ну а чем плохо Экспертный блеск А если ты на сопряжении Если ты берешь Шаблоны Которые играются От больших армий Да Там дипломатия Какая-то от бишопа Или тот же джиот Там дуэль Там наоборот Вода имбовая считается Потому что Ты можешь дать молитву Да На большой армии Это сильно Собираются там Всякие кулаки Огра Берутся усилки Огня Там для огнещита Вот у тебя есть огонь Да Условно армия большая У тебя там Тысяча гномов Ты кидаешь на них огнещит Так это огромный урон Тысячу гномов пока убьют Сколько от огнещита Они получат Если вычеркнуть Заклинание контроля Из стихий Мне кажется Все нормально Ты неоднократно Упомянул Такую фразу Что как будто Не хватает Вот именно Разнообразие в геймплее Как ты вообще Отнесся К идее того Что в Olden Area Планируют решить Эту проблему Путем добавления Неких фракционных законов Которые Будут Именно Выделять Фракции Друг от друга Они будут давать Какие-то Новые Уникальные Умения Именно Для Твоего города Которых Нет У других Фракций И на основании Там того Какие именно Фракционные законы Ты применяешь В игру И соответственно Меняются Твои стратегии Исходя из этого И Разумеется Вот эти Пресловутые Ангелы Утки Циклопы Да То что мы все знаем Это уже некий мем Из третьей части То что В Olden Area Этот вопрос Хотят решить С помощью Банков существ Но на твою Родную армию Что вообще Думаешь По этому поводу Насчет фракционных законов Поскольку я уже Вот Ну какое-то время Поигрываю В пятую часть Меня это не пугает Я к этому отношусь нормально Потому что В пятой части Фракции разительно Отличаются друг от друга Именно своим Первым навыком То есть В пятых героях Шесть навыков Первый всегда фракционный Например Замок Да Касл Рыцари Они могут в неделю Определенное количество Юнитов повысить Натренировать Это называется Тренировка Да То есть У вас крестьяне Могут стать марками Ну Арбалетчиками У эльфов например Есть такое умение Как критический враг То есть Они когда Убивают На карте приключений Юнитов Они Могут потом Выставлять их Как критических врагов И на финалку Вы по ним Сможете наносить Больше урона Идея фракционных законов Как будто бы На этом и основана То есть Если это будет Базой для этого Ну вполне себе Нормальная тема Насчет банков существ Тоже я не знаю Как будет это играться Опять же Вот Опыт Джебус ауткастом Лично мой показывает Что это надоедает Главное Чтобы это не было фиксировано Ну то есть Представляете как круто Когда у вас Из определенных там Банков да Собирается стэк Случайно Какими-то рандомными путями Вы этого не планировали И этот стэк там Вам помогает Раскрутиться Куда-то выйти И так далее Вот Это вы назовете Крутой партией Об этой партии Вы будете рассказывать Мужикам в бане Типа Да Вича Мы здесь сражались И у меня вот как вышло Если же вы будете знать Что у вас Три банка существ На вампиров Которые это и семь Три банка существ С наличей И так далее Вы конечно кайфанете Пять партий Но на шестую Вам уже будет неинтересно Для шаблона Главное Чтобы он А был реиграбельный То есть максимально рандомный Как например Джесси В этом плане Он 100 из 100 Он должен быть понятен Зрителю То есть Ну чтобы зритель понимал Какой вин кондишен Типа Чем мы здесь занимаемся Мы строим Или банки собираем И я забыл Что третье Короче Я за действительно Да За разнообразие Хорошо Ты за разнообразие Я услышал Твой ответ И ты Упомянул Такую вещь Как нужен Четкий вин кондишен И здесь Я просто Не могу Не спросить тебя О вин кондишене В пятых И в третьих героях Потому что Насколько я понимаю Там принципиального Отличия нет Все упирается В тайминге Почему любит Джаббис Кросс Да потому что Он быстро играется И да Окей Возможно Он с точки зрения Именно геймплея Скучный Но ты всегда знаешь Что там у тебя Есть три часа И ты в три часа В большинстве случаев Там справишься Как ты Вообще Смотришь На проблему Или может Ты не считаешь Это проблемой Вин кондишена И то что Достичь победы По логике Самой игры Настолько сложно Партии могут длиться Ну какие-то Невообразимое Количество времени А если мы говорим О киберспорте И о том Что партии Должно наигрываться Много Как будто Хотелось бы Геймплей Побыстрее Вот я вспомнил Что я третье Хотел сказать Этот шаблон Должен быть Ну игра на нем Должна длиться В меняемое Количество времени И вот 6 лм 10 аж 3дм Пошли мы все Что касаемо Вин кондишен Я часто слышу Тут вопрос В ваших интервью Здесь Ну я это так понимаю Игра новая Будет какой-то поток Новых игроков Не джентльменов То есть герои Это джентльменская игра Это уже Никто не будет Этого отрицать Люди играют Уже не молодые И каждый уже понимает Что честь Надо знать Проиграл Ну и проиграл Не стоит душиться Там до последнего героя Пока не заберешь все замки А если человек Таким занимается Тем более на турнирах Ну он просто исчезает С ним никто не играет Его не будут звать Для новой части Это серьезный вопрос К которым Придется заниматься Геймдизайнером Как достичь Простого Винкондишена Ну а мне точно Не нравится вариант Где вы Значит играете В полной Гальванической развязке Трансформатора С оппонентом Свободно занимаетесь Чем хотите А потом в центре У вас здание Вы туда зашли Как на арену И у вас Пичная финалка Это отрезает Огромную часть Геймплея Где вы Всю игру знаете Что оппонент Тоже играет в игру И он может вас накрыть Это ограничивает Ваши действия Вам нужно Пользоваться просмотрами Контролить карту Следить за состоянием Армии Играть в контроль карты Играть в стратегию Я понимаю Дизайнеры пытаются Уйти от того момента Что вам нужно В чат написать ГГ Ну как это сделать У меня идеи нет Давай тогда С тобой порассуждаем Вот если Предположим Что у нас есть Возможность Сесть с тобой И сыграть Тот же самый Джабус Кросс И мы с тобой Заранее садимся Обсуждаем этот момент В лобби И у нас с тобой Есть внутри Самой игры Возможность Выбрать Разный Какой-то Вин кондишен Например Там контроль Центрального замка К такому-то моменту Кто его удерживает Допустим К началу Там первого дня Третьей недели Тот и победил Либо же Наоборот Играть по классическим Правилам До последнего героя До последнего замка Если Игрокам Самим Предоставляется Выбор Решать Как именно Заканчивать партию Тебе такая идея Нравится? Блин Это Леонид придумал Он Если он То он гений Да Блин Мне нравится Вот честно Скажу Нравится То есть Вы на берегу Договариваетесь Да Играем до последнего героя Ну или там Условно До финалки Да До Или там Форс финалка Там на 2-4-2 Да Второй месяц Четвертая неделя Второй день И кто удерживает замок Тот победил То есть Так или иначе Придется дать финалку Да Нормальная тема То есть Есть противники этого Есть сторонники Ну пожалуйста Пусть каждый выберет свое Круто Это и для турниров Кстати Отлично Антон Благодарю тебя за ответ С этим мы Разобрались Но Уважаемые проблем Не закончились И Ты уже упоминал Что Тебе Не очень Скажем так Нравятся Генераторы Случайных карт Причем Как в пятой части Так и в третьей И более того Я залез к тебе на канал Полазил в твоих шорцах И увидел Что ты Довольно часто Сетуешь на эту проблему Давай еще раз Более подробно Подискутируем На эту тему Что именно Не так И как это С твоей точки зрения Нужно исправлять Да что тут не так Просто игры старые Это Не задумывалось Что они Так На такой Долгий срок Приживутся И Собственно Будут какие-то Идеи по шаблонам Ну есть ограничения В редакторах шаблонов На зоны Ну вот Вернемся К простому Моменту Вот Вы играете Джебус Кросс Вам нравится Джебус Кросс Вам не нравится Двайсайд Респа Они не несут Никакой смысловой нагрузки Круто бы Если бы Вместо этих сайдов Было бы Ну был бы Огромный центр Побольше в нем Замков Вы вышли У вас есть какое-то время Там До встречи с оппонентом Собрать больше артефактов И так далее Как это сделать В генераторе шаблонов Третьей части Они как Вы уберете эти два Респа И у вас В кашу все превратится Будет змея у вас Вместо привычного Джесси Где центр Непонятно Вот собственно и все Ну такие проблемы Старенький генератор Многого не может Его апгрейдит И хота И в пятой части Апгрейдится генератор Но тем не менее У них есть свои ограничения В пятой части Вообще нельзя было Два замка В одну зону Поставить Долгое время Это не так давно Научились делать Сложностей много У вас же может быть Огромное количество Идей по шаблону Ну вот условно Через связи у вас Да могут быть ГО Не только по дороге Ну и через монолиты Порталы Для зеркальных шаблонов Через подземные врата И это все Может использоваться Но Тут вам придется Просто голову себе Сломать Чтобы внятно Это описать в генераторе Чтобы генератор Не раздавал кашу И давайте еще раз скажу Вот GC все знают Это структурный шаблон 6LM10A Это шаблон Не структурный У вас вообще Может раскидать Хер пойми куда И вы не знаете Куда какая зона ведет От этого он и веселый То есть есть там Еще и компьютеры Разные зоны Можно занимать Это весело Но зрителю Это смотреть Это просто ужас То есть чтобы разобраться Куда какой монолит ведет Это надо самому Сесть и 50 партий сыграть Ну это Проблема генератора И вообще есть Забытый вид Развлечения Генератор случайных карт То есть когда карта Генерируется без шаблона Ну этим даже Никто не пользуется А в целом Это нормальная тема Это целое шоу Представляете Фулл рандомная карта То есть не по какому-то Шаблону Зонам И вэлью А фулл рандомная карта Которая сдала вам Что-то невероятное Это ну Тоже имело бы место быть Если бы этим кто-то занимался Ну кто этим будет заниматься Кому это надо Надо GC бахать Там Улик максималка 90 12 12 Простите Спасибо большое Антон За такой развернутый Интересный Ответ В этом месте Я хотел бы перейти К следующему вопросу Который касается Темы арен В третьих И пятых героях Насколько я знаю Этих арен Вообще Этого режима Игры Там Два разных типа То есть Первый Это Стандартная игра Либо уже С выбором Готового героя Например Из ванильной Пятой части Либо Ну и Илактес Соответственно Например Из третьей Да И Что-то Кастомизированное Типа Ашнарины Которые Любят поляки Из пятой части Так вот В чем На твой взгляд Ключевые Разницы Этих вариантов Сильные И слабые стороны Арены есть И в третьей И в пятых героях Первое Я так понимаю Ты подразумеваешь Что-то вроде Лактеста А второе Это Арена Типа РТА И Ашерта Я не особо Любитель арены Все-таки Я люблю Поиграть с картой Но арены Это Именно Тактическая Уже Фишка В пятых героях Так точно То есть Там идет Именно Билдостроение И контрбилдостроение То есть Там прям Есть профессионалы Которые Как в шахматы По 30 минут Выверяют Свои Значит Решения У них Там есть Общий Даже таймер И по часикам Могут стукать Ну прикольная тема Ну мне Такое Не особо Нравится Но Именно Чтобы изучить Моменты Пвп То есть Там же Буквально Как в шахматах Решают Всякие Единички Кто-то Выжил Да Там Всякие Крутые Навыки Типа Битва До последнего Есть такой Навык Если у вас Отряд Получает Смертельный Урон В нем Выживает Одна Последняя Единичка С единицей Здоровья То есть Вам в двоечку Кто-то Бьет Один Умирает А одна Единичка С единичкой Остается Такой Сильный Пвп Навык Потом Это Единичка Может Что-то Зонить Мешать Все же Для Стримеров Ну не знаю Мне именно Нравится Бегать По карте Что-то Там Рассказывать Меня Спрашивают Где Скачать Игру Я В 50 Раз Говорю Отстаньте Вот Арена Прикольная Тема Ну Как бы Не мое Если мое Мнение А Насчет Отличий Да Был вопрос Ну Отличие Как раз В том Что в третьих Что в пятых Если у тебя Идет Пребилд Артефакты Что вкачать Навыки Умения Это Именно Тактическая Такая штука Если Арена В формате Лаг-теста Ну это Просто Приколоться По-быстрому Сыграть Хорошо Антон Благодарю тебя За твои ответы Это была Часть Касаемо Вопросов Связанными С сильными И слабыми Сторонами Третьей И пятой части А теперь Хотелось бы Плавно Перейти к обсуждению Надвигающейся Новой Части героев Меня Лично Очень радует Что ты Интересуешься Олден Эрой Пилишь какой-то Контент Выражаешь Свои мысли На этот счет Расскажи Что тебя Привлекло Больше всего Исходя из той Информации Которой ты Обладаешь На данный момент В новых героях Блин Ну так эпично Я бы не хотел Конечно делиться Ну первое Что пвп таймер Я ненавижу Когда Знаешь Строятся билды Есть там Например Темный эльф Через хаос Вот иногда бывает Гном через подумать Видел частенько Такие ролики И сам Участвовал Таких партий Я так скажу Базовые вещи Которые уже заявили В Олден Эре Насколько я знаю Они будут Они уместны Если это к этому То есть Пвп таймер Нормальная тема Причем если Ну опять же Он обсуждаемый То есть Хотите включите Хотите выключите Спектатор мод Да Я вот любитель Покастить Вот Гангена кап был Сам участвовал И кастил немного Тоже Это Приходится Людям стримить Мне захватывать Значит Два браузера Да Там добавлять источники Сцены щелкать И так далее Так просто включил Как доту Зашел Спектатор мод Смотришь Было бы конечно удобно Много Всяких мелочей Которые нужно сейчас учесть Наверное Новым героем будет Пока Из всего что я видел Мне очень понравилось Леонид конечно Ну красавчик Что как бы Не смотрел только одни герои А постарался сделать Так сказать Обзор литературы По всему что есть Да и как то использовать Мне пока все понравилось Что добавляли Если вопрос к этому Спектатор мод Пвп таймер Штука вот например Которая показывает Здоровье Юнита Да Недавно вот вышел Обзор замка некроманта И Ну на официальном канале И там была полоска здоровья Да Я вот этот момент тоже Обсуждал в каком то ролике То есть Если вы берете По гост На одном ангеле И вам приходится Постоянно тыркать БКМ Чтобы смотреть Можно ли пропустить Или уйти Опять на вейд А тут у вас будет полосочка Нормальная штука Также например Вот в пятой части Есть хаткей На шифт Шифт жмешь И тебе показывает Сколько юнитов У тебя было на момент Начала боя Например Кто играл на танте Да Ну или любом некроманте С резуректом Это постоянный вопрос Блин А сколько у меня было скелетов Блин Сколько было скелетов Да пожалуйста Жми клавишу shift Там показывает Сколько было скелетов И уже решаешь Сколько ты там Ну Все ты поднимешь Или нет То есть Таких мелочей много Если они будут добавляться Это хорошо Скажи пожалуйста А было ли что-то Что тебе наоборот Категорически не понравилось Из трейлеров Либо из Комментариев Да интервью Которые давали именно Разработчики Там всевозможным изданиям Я вообще Прилично так майнил Следил И за дискордом И за роликами Взглядывался в видеоряд У меня как будто уже Сложилось представление об игре На мой взгляд Это игра с метрикой Третьей части То есть Ну Это изометрия Наверное будет правильно назвать Да когда там Ну то есть Все таки это не 3D Но такая изометричная игра Соответственно Если метрика Третьей части Есть даже разгон Да на данный момент Леонид проговаривал То есть Стратегически Да она будет играться Как тройка Это отлично При этом туда добавляют Механики из пятой части Да то есть Будут Не только навыки И умения То есть Например По примеру Орлоглаза Да Орлоглаз в пятых героях Это не отдельный навык Который забивает У вас целый слот Это как бы под навык Да называемые умения Навыкообразования Который вам позволяет Учить заклинания Во время боя Причем в пятой части Да много юнитов Кастуют То есть у них есть книжка И они кастуют заклинания И в пятой части Орлоглаз как умение Отличная штука Потому что вы можете Выучить С нейтралов И замедло И проклятие И рушку И молнию И что угодно Да Соответственно Как бы вот Олденэра С оглядкой на это Это использует Насколько я знаю Не знаю конкретно Про Орлоглаз Но тем не менее Умения Да Навыки Это будет Это кайфовая тема Ну и чего там Много функционала добавляют Да опять же Новые фракции Это будет рискин Не на ютубе даже А на твиче У монт я смотрел Мне категорически Не понравилась тема Вот с этой финалкой В центре В каком-то здании Но это был просто Как вариант Не знаю Сложно сказать Слишком много тайн То есть и походная магия Будет другая Примагнититься Мне допустим Такая не понравится Мне нравится Что будет собираться Статистика И будут выходить патчи На данный момент У нас в игре Разгон есть Да это типа Аутентичная вещь Важная для многих Она есть Но не факт Что останется Возможно это будет мешать То есть Может быть у игры Будет действительно Другая логика Да И фиксированная Логистика Впишется лучше Я вот Мне кстати не нравится То что Решили отказаться От сквозных навыков И в целом Колеса умения Потому что считают Что это сложно Мне не кажется Это сложно То есть Если вы интересуетесь Игрой Вы сыграете 5 партий Ну 10 партий Вы выучите колесо За каждый замок Мне единственное Не нравится Что идет Стандартная волна Четырех видов Комментариях А все херня В третьих Было лучше А все херня В пятых Было лучше А мне все нравится А это какой-то ужас Блин Не делайте поспешных выводов Поиграйте Герои Это все таки Не про графику Зачастую Это больше про механики Зайдет Или не зайдет Такие вещи Надо как бы пощупать Я считаю И напоследок Интересно Твое мнение Вот по какому вопросу Как ты наверняка знаешь Olden Era В первую очередь Делается С упором На киберспорт Но про одиночную игру Разработчики Также не забыли Ты Насколько я знаю Смотрел Интервью с Леонидом И Судя по тому Что он рассказывал Можно делать вывод Что инструментов Для создания контента Для синглплееров Тоже будет предостаточно Но что именно По твоему мнению Должно быть Самым главным В Olden Era Чтобы это могло Подарить И старым И новым игрокам Одиночной игры И в этом месте Тоже И мультиплеера Неограниченное Количество эмоций Ну я небольшой эксперт По ПВЕ контенту То есть я проходил Какие-то карты В пятых героях У меня есть хороший пример Я не помню Как называется этот сценарий Мне его закинули Я его значит проходил И там в конце Произошло следующее Я Ну то есть по сюжету Я должен был финалиться Сам с собой И при этом Картинка сменилась Значит На черно-белую И я был В каком-то там Ином измерении То есть я даже не знал Что у пятых Есть такой функционал Вот и это было прикольно То есть я небольшой фанат ПВЕ игры Но типа сценарно Да художественно Это было прикольно То есть я Ну не ожидал Такого поворота событий Ну и как будто бы Чтобы любителям создавать Да карты И там сюжет И сценарий прописывать В идеале Нужно добавить Несколько версий Нейросетевых Озвучников Например То есть люди Которые делают Карты Они зачастую прописывают Там и крутые диалоги Да И синематики Даже бывают Сами рисуют На движке игры Соответственно Если бы это можно было Ну внутри Игровыми средствами Озвучивать Было бы круто Ну пусть это и нейросеть Да делала бы Но тем не менее Прикольно И соответственно Ну да Какие-то кастомизированные Бои Катсцены Собственно Играют И смотрят В то Что понимают Собственно Зрители Здесь Те же самые Простые критерии Во первых Шаблон Должен быть Реиграбельным То есть В него Можно сыграть 100 200 300 партий И вас не будет От него тошнить Второе Он не должен быть Слишком длительным Да То есть 5 часов Уже никто не хочет Играть Даже 3 С натяжкой Да И Собственно Он должен Дарить Какое-то Геймплейное Разнообразие Даже если Он не дарит Геймплейное Разнообразие Например Как джебус Да Он рандомен Во всем Хотя бы Должна быть Возможность С генераторами Да Чтобы Делать Другие шаблоны Которые Смогут Открыть Другие Аспекты Игры Макро Или микро То есть У вас Могут быть Шаблоны На огромных Армиях Да Как там Дипломатия Бишопа Или Дуэль Где вы Очень много Армии Собираете Могут быть Шаблоны На аскетичных Армиях Да Где Как МТ Ауткас Например Где Вы Там Все время У вас Тяжелые Бои У вас Ограниченные Ресурсы Ограниченная Армия Могут быть Шаблоны Спидран Ориентированные Да Как Джебус Кросс Например Где Вы выходите В центр Ну В целом Джейси Играется Так Что Вы Собираете Респ Собираете Армию И хотите Пофиналиться Никто Не хочет Душиться Три Недели Или Два Месяца Ну То есть Чтобы Была Возможность Играть Разные Шаблоны И Разные Механики И банки Существ Хороши В пвп И Коробки Пандоры И другие Виды банков Существ Такие Как Лампа Джинов Или Двейлинги С кратным Приростом Который Нужно Выкупать Здесь Все Пригодится То есть Все Это Можно Использовать Было бы Круто Самое Главное Что Мне кажется Что Является Убийцей Игрой Это Когда Пытаются Ее Балансить И Делать Балансные Шаблоны Типа Джебус Кинга Джебус Т7 То есть Когда Вы Заранее Знаете Что У вас Есть Три Нычки Три Коробки Пять Ульев Ну И так Далее Когда У вас Шаблон Становится Открытой Книгой То есть Вы Знаете Какие Там Есть Объекты Но Никто В здравом Уме Не будет Играть Его Больше Десяти Раз За Каждый Замок Потому Что Это Партии Один В один Джебус Ауткас Да Популярный Очень Шаблон Но Он же Ужасный Он Задумывался Как Что-то Новое Да То есть Нам Не нравится Баланс Героев МКС Джон Денвер Делали Шаблон Мы Хотим Чтобы Не банки Существ Да Вот От родной Армии Играть В итоге К чему Пришли Фиксированные Нычки Фиксированные Коробки Каждый Знает Что Он Ищет Из Пула 16 Героев У каждого Замка Один Стартер Редко Два В зависимости От того Как Меняется Шаблон Да То есть В какой То Момент Там Много Василисков Стартер Все Время Брон Сменяется Значит В сторону Виверн Стартером Становится Брахиль В итоге У вас Партия Просто Один в один Как Сдавало Интервью И там У вас Значит Эйслин Специалист По Метеоритному Дождю Метеорному Как Она Говорит И Она Вам Тащит Партию Это Просто Вау Эффект Кстати Еще Интересный Момент Тоже Можно Отвечу Чего Можно Позаимствовать В пятых Героях Это Недели В пятых Героях Отличные Недели Есть В третьих Они Просто Посредственность Например В пятых Героях Есть Недели Когда Опыт Получаемый В сражениях Увеличен Или Неделя Когда Наоборот Ну Она Вам Вредит То есть Шахты Не Приносят Ресурсов Или Есть Недели Где Там Мораль Снижена У злых Фракций Или Добрых Фракций Или Неделя Влияющая На Магию То есть На Монокост Влияющий На урон В ближнем Бою Они Ну Они Бывают И не в твою Пользу Сказываются Но Это Влияет На Обоих Игроков Вот Когда Такие Рандомные Эффекты В игре Проявляются И Тебе Удаётся Это Удачно Использовать Есть Та Легендарная Серия Героев За Что Их Любят Когда Мораль Какая-то Случилась Или Немораль Ну Вот То есть Такие Эффекты Для успеха Пвп Вау Эффекта Мне Кажется Очень Важны А А если Вы Хотели Быть В Курсе Всех Новостей Олден Эры Обязательно Вступайте В наш Телеграм Канал Посвящён Проекту Вы Также Можете Помочь Продвижению Новых Героев Если Добавите Игру Ваш Стимовский Виш Лист Ошка Спасибо Тебе Большое За Это Продуктивное Интервью На самом Деле Мы С тобой Я Первоначально Думал Что Будем Разговаривать Про Пятых Героев Но Получилось Так Что Коснулись Вообще Много Чего И Тройки И Других Частей И Поговорили Я космополит Я же Говорю Я космополит Готов Подискутировать На любую Часть Да И Поговорили И про Сильные И про Слабые Стороны И как Будто Обсудили Что По идее Из этих Сильных Сторон Надо Оставлять И Как Решать Головную Боль Та Которая Есть В Предыдущих Частях В Общем Это Было Очень Познавательно Надеюсь Ты Тоже С удовольствием Провел Время Ну И Встретимся На Геройских Просторах Распект Спасибо Что Позвали Надеюсь Был Был Полезен Финальное Слово Я Призываю Всех Уважаемые Товарищи Уже Комментаторы Люди Немолодые Так Сказать Прекратите Вот Графика Не Графика Надо Посмотреть Там Столько Всего Настраиваться Я Вот Как Игрок И В Третьей И Пятой Вам Скажу Вот Я Играю Долгое В Пятой Захожу В Третьей У меня Глаза Вываливаются Типа Непривычно То же Самое С Третьих В Пятой Захожу Думаю Что За 4D Я Не Могу Ничего Поднять Здесь Что Камерой Крутить Надо Это Все Вещи Которым Привыкаешь И Мне Прям Вот Ранит Сердечко Когда Пишут Графика Херня Все Я Даже Смотреть Не Буду Зря Зря Не Надо Так Потом Это Будет Хайпово А Вы Уже Все Открестились Все Спасибо Большое Что Позвали Было Приятно С вами Пообщаться Всем Сердечко Спасибо До Свидания Ну Что Геройщики Не Забудьте Посмотреть Вот Это И Вот Это Видео И Подпишитесь На Канал